Новости. Короче, первым делом новости. Я обещал комментировать, я комментирую. Очень много вопросов по поводу атаки на Москву. Мы вот недавно про атаку на Белгород говорили, но тут у нас атаки двух столиц были. Во-первых, накануне были атаки Киева, и атаки были беспилотниками. Были шахеды, 131-е, 136-е шахеды, 20 штук сбили, ПВО работает. Но сегодня были атаки беспилотников на Москву. Причем их тоже там штук 20 сбили, и штук 5, по-моему, не сбили. Поэтому это, прямо скажем, событие всех взволновало, и понятно, что сейчас все основные вопросы — это про беспилотники в Москве, про атаку на Москву, про вот это все. Несколько важных моментов. Потому что я видел и слышал, в Киеве погиб один человек, удар пришелся в жилой дом, три человека было. То, что я видел последние данные на текущий момент, три человека ранено, один погиб. Что, конечно, очень печально. В Москве не погиб никто, жертв среди мирного населения нет. Но реально налетело штук 25 украинских беспилотников, которые каким-то интересным образом долетели до Москвы. Более того, летели они во всякие интересные места типа Барвихи, например. То есть они летели, прямо скажем, в те районы, где живут высокопоставленные чиновники российской армии, российского олигархата. Ну, вот эти вот ребята, которые напрямую текущую войну спонсируют. И дальше есть несколько приколов. Во-первых, только не смейтесь. Помните, я говорил, что когда была атака на Белгород, они заявили, что Российская Федерация оставляет за собой право на там решительные ответные меры. Есть официальное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации по поводу атаки дронов на Москву сегодняшнего. Оно заявило, что Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима. Это не шутка. Они опять это сказали. Они опять. Вот. Ладно, 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 ладно. Песков заявил, что Путин не планирует никакого обращения делать, потому что, ну, видимо, неважно. И Шойгу заявил, что в ответ были нанесены удары по центрам принятия решений и все цели были уничтожены. Знаете, обычно, когда вы уничтожили центр принятия решений, какой-то командный пункт противника, это большая удача, большая победа. И это сопровождается какими-то пруфами. Хотя бы словами скажите, какие. Но нет, просто все цели уничтожены. Разбомбили 586 центров принятия решений, убили 2 миллиона укронацистов. Там он еще отчитался, что они, по-моему, там за месяц чуть ли не 2000 танков. Нет, за месяц они, по-моему, 400 танков уничтожили. Ну, короче, очень правдоподобно. А главное, ну, текущая война, она вся под камерами. То есть на всех беспилотниках есть камеры, у всех солдат есть камеры. И если какую-то технику подбивают, то ее, если не снимают вот прям в момент, как ее подбивают, то уж точно снимают подбитую. Поэтому вот этот пиздеж выглядит особенно как-то, ну, нелепо, как-то беспомощно и бессмысленно. Вот. Мне кажется, мое мнение как человека не военного, не эксперта, просто вот наблюдающего за ситуацией, мне кажется, что ВСУ сейчас очень сильно треплет нервы российской армии и российскому командованию, потому что, во-первых, мне кажется, что это следующий шаг после атаки на Кремль. То есть, во-первых, они намекают на то, что, ребята, оттягивайте ПВО, они создают давление. Мне кажется, что ПВО никто оттягивать не будет, потому что еще после прошлых атак часть ПВО поставили на правительственные здания возле резиденции Путина в Новоогорёво, возле Кремля. То есть там все ПВО обвешали. А на людей им насрать. То, что там кому-то в квартиру залетит, сегодня залетел беспилотник с боезапасом в квартиру, это их абсолютно не колышит. Поэтому я думаю, что дополнительное ПВО они оттягивать не будут. Но это, конечно, сеет панику, это сеет неверие в режим, и это будет создавать давление изнутри России, когда граждане России видят, что спокойно можно прилететь. То есть, понимаете, если можно спокойно долететь беспилотниками до Москвы и там что-то такое устроить, то все остальные города защищены в разы хуже. В разы хуже. И если вы живете где-нибудь в Сызрани, то вас вообще ничего не убережет. И поэтому это как бы создает давление, что люди начнут давить на власть с тем, чтобы какого хера вы ставите наши жизни под угрозу, оттягиваете ПВО, а может нахуй вообще это все надо. Короче, это больше информационная операция, мне кажется, чем прямое военное значение имеющее. Потому что у военного значения, прямо скажем, немного. Во-первых, большая часть беспилотников сбита. Во-вторых, они мелкие. То есть, они ничего прям крупного разрушить не могут. Поэтому мне кажется, что никакого серьезного военного им назначения это не имеет. Мне кажется, что это скорее психологическая операция. И они треплют им нервы, потому что и так ожидание контрнаступления, и так сомнения в том, что дедушка конченый мудак профнепригоден, Пригожин раскачивающий эту лодку и так далее. Из интересного есть вот такое заявление. Это Нилов, кажется, его фамилия. Депутат Нилов на официальном мероприятии, всем телеканалам обращаясь. То есть, это не какой-то личный телеграм-канал. Это официальное выступление на фоне пресс-вола с надписью Государственная Дума Российской Федерации. Депутат заявил следующее. Послушайте. Недоброе сегодня было утро. С раннего утра Москва подверглась атаке беспилотников украинского террористического государства. И понятно, что вот этот новый виток, который инициирован фюрерами Укрорейха, он до хорошего не доведет. Я не исключаю, что вот этот Укрорейх может превратить Украину в какой-то там укрополь. Не дай, конечно, бог, но ситуация не останавливается, она развивается. И, к сожалению, ответ может быть дан в том числе из всех имеющихся возможностей вооруженных сил России. Тактическое ядерное оружие недолго будет стоять зачехленным. Это фюреры не понимают, не принимают. Почему? Потому что, значит, у них, как им кажется, очень надежная крыша. Лондонская, американская. Ну, короче, дальше он будет опять разгонять всю привычную шарманку. Короче, в ответ они опять начали размахивать ядерные дубины. Ребят, вас никто не боится. Вас настолько уже в хуй не ставят с этими угрозами, что трудно слова подобрать, чтобы описать степень похуизма. Да, фюреры Укра-Рейха, это официальные лица так разговаривают. Это, говорю, это не просто зритель Соловьева какой-то, это, блядь, депутат Государственной Думы. Вот. Соответственно, ничего нового в ответ мы не услышали. Напоминаю, что до этого они грозили, что в случае, если будут хоть малейшие вообще удары по территории России, и сразу ядерное оружие с тех пор. Умолчим, что они считают свои территории. Херсон, который они сами бомбят. Донбасс, который они тоже почему-то считают своей территорией. Крым, в который уже прилетало много раз. Белгород, в который, блядь, диверсионно-разведывательная группа заходит как к себе домой. И, кстати, часть из них до сих пор там. Москва. Военные аэродромы по всей стране. И каждый раз мы слышим, Россия оставляет с собой право принять решительные меры. Ядерное оружие. У нас есть ядерное оружие. Ну, поскольку вы каждый раз об этом пиздите, и каждый раз это оказывается просто пустым пиздежом, то вот как в той басне, волки-волки. Ну, не страшно уже, совершенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok